9 золотых медалей из 13 возможных завоевали боксеры России и заняли первое общекомандное место на первенстве Европы по боксу. Соревнование прошло в Анапе. Участвовали юниоры 98-99 годов рождения. Среди победителей и воспитанник спортшколы Дагестана Магомед Расул Баркаев о непростом пути к золоту Даншуло. Вершину первенства Европы Магомед Расул Баркаев покорил со второй попытки. К ней ученик 11 класса средней школы номер 5 города Дагестанские Огни шел около 7 лет. В 2012 подопечный Рафаэль Бекбулатова также доходил до финала, но тогда не получилось. Теперь выходец из Дахадайского района смог стать первым в весовой категории до 60 килограммов. В главном поединке он одолел превосходящего в росте соперника из Турции Айдагана Батмхана. Были тяжелые бои, очень сильные такие были соперники, был полуфинал, финал самые такие тяжелые бои. Первый был Азербайджан, второй Германия, третий Украина и четвертый Турция. Особенностью этого первенства Европы по боксу в Анапе стала его массовость. В соревнованиях участвовали боксеры из 33 стран, которые в течение недели определили обладателей 13 комплектов наград. Наибольшее количество 9 золотых медалей завоевали боксеры России. По одной награде высшей пробы отправились в Азербайджан, Италию, Ирландию и Шотландию. Это золотая медаль, единственная, да, Дагестан. Она очень ценная, я очень рад, что нам удалось это сделать. По бою что можно сказать, ну тяжелый конечно бой, в финале легко не бывает, потому что до финала доходят самые сильнейшие. Первенство Европы по боксу среди юношей 15-16 лет проводится с 1996 года. Почти неизменно в ней первое общекомандное место занимала сборная России. В этот раз под руководством ее главного тренера Виктора Волкова эта победа стала 14-й. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Рамазан Амаров. Время новостей. Анапа. Дан Шугом, Рамазан Амаров.